Теплая погода На данный момент времени отмечены случаи появления змей в юго-восточных районах республики Татарстан, поскольку там климатически более прогреваемые участки наблюдаются, то есть теплее, значительнее, чем, допустим, в северных и западных районах отсюда и более ранний выход этих животных из печки. Местные жители отмечают, что змеи становятся более активными и видимыми именно весной, так как при смекающемся нужно восстановить свои силы после зимних месяцев. Несмотря на то, что встречи с ними могут вызывать опасения, эксперты призывают сохранять спокойствие и осторожность, так как большинство из них не представляют угрозы для людей. В нашей республике обитает четыре вида змей. Это два вида гадюк и обыкновенный уш и медянка. Оба вида гадюк, они внесены в Красную книгу, то есть это животные, которые нуждаются в охране. Несмотря на то, что они могут представлять угрозу для здоровья человека, опасности, если человек сам их не провоцирует, они не представляют. Обыкновенный уш встречается по всей территории республики Петерстан, встречается иногда и в городе. Это самая наша массовая змея. И обыкновенная медянка. Это тоже редкий охраняемый вид. Змея достаточно редкая. Несмотря на то, что народная молва приписывает ей агрессивность, она представляется опасным человеком, на самом деле эта змея абсолютно не ядовита. Все эти случаи укусов человека этой змее, они связаны опять-таки с необходимостью самозащиты. Несмотря на то, что большинство змей, обитающих в Татарстане, не представляют угрозы для людей, жителям республики все же стоит быть внимательными, так как гадюки после выхода из спячки могут быть агрессивными. К тому же их яд сейчас наиболее токсичен. Происходит это из-за непрогретой почвы. Змея испытывает страх, что не может скрыться от человека. В случае нападения пострадавшему нужно сразу же обратиться к врачу. То есть самолечением заниматься не нужно. Но если, допустим, у вас нет возможности достаточно быстро обратиться за помощью квалифицированной, что вы можете сделать? Это поместить больного в тень, обеспечить ему покой, то есть желательно, чтобы он не двигался. Ранку нужно обработать чистой водой, мылом, смазать каким-нибудь антисептиком, наложить повязку стерильную и дать ему обильное питье и желательно какие-нибудь антигистаминные препараты, типа супрастина, например. Несмотря на бугающее поведение змей, специалисты рекомендуют жителям сохранять спокойствие и не прибегать к радикальным мерам. Если змея оползет на вас, просто уйдите в сторону. Вполне возможно, что вы находитесь на пути миграции этих животных. По словам экспертов, змеи не нападают на людей первыми, поэтому, отправляясь на природу, необходимо внимательно смотреть под ноги. Валерия Котова, Елизавета Газизянова, Александр Антонов. Универ новости. Продолжение следует...